Играет музыка Играет музыка Из-за того, что дети, в общем, должны учиться А школы на сегодня Не готовы к тому Чтобы действительно по-настоящему учить детей Ни программы не готовы, ни учителя не готовы Ни оборудование не готовы Не готовы Для того, чтобы учить детей на удаленке И они там какими-то совсем топорными средствами Что-то такое подключились Попытались, так сказать, снизать С тех, кто этим занимается уже много-много лет Для того, чтобы это делать Это надо готовить И готовить серьезно И готовить и учеников, и школ Вот когда есть полтора или два миллиона уже детей Которые занимаются уже несколько лет на удаленке То есть это называется хоумскулинг Есть два вида хоумскулинг Когда ты сам занимаешься своим ребенком Или когда ты оставляешь его дома Ты за ним там наблюдаешь Но он подписан и работает с какой-то организацией Зарегистрированной школьной организацией Там таких есть два десятка из крупных Наверное, есть куча мелких по всей стране Которые предлагают тебе всякие программы Которые умеют это делать Которые продумали, как это делать Которые обменивались опытом и тому подобное То есть вот первое это, что дети Не доучиваются из-за этого Второе, не очень понятно Как следить за тем, чтобы они во время этих уроков Не ходили в туалет Не отвлекались на телевизор Или на их телефон Или на что-то еще И в-третьих, это значит Что родители всех этих детей Как минимум один Должен сидеть дома вместе с ними То есть это выбивает также и взрослых Если один родитель всего Значит бум, он не может ходить на работу Если двое, один из них не может ходить на работу Хорошо, когда есть вариант Когда там мама или папа не работают А второй, так сказать, работает Да, так сказать Ну прекрасно Один приносит деньги Другой занимается домом Но таких ситуаций К сожалению, достаточно немного Надо две зарплаты, чтобы выживать То есть дальше Целый ком за этим катится А куча-куча, так сказать Родители еще имеют свои бизнесы Значит они не могут туда приходить Означает, что люди не могут К ним в бизнесы ходить И тому подобное То есть вот из одной, так сказать, проблемы Дети, которые должны сидеть дома И учиться Плохо учиться по удаленке Значит возникает огромное количество проблем Для миллионов, миллионов, миллионов людей Которые, так сказать, с ними каким-то образом связаны А теперь Другая сторона этого вопроса такая Почему, собственно Дети не могут пойти в школу И нам все время рассказывают О том, что Если дети пойдут в школу То Дело не в детях Потому что дети действительно Либо вообще не заболевают Ковид Либо они заболевают Но так, что Большинство из них не замечает этого Дети практически не являются Переносчиками ковид Как нам, так сказать, рассказывают И ВОЗ И многие другие врачи Но тем не менее являются Поэтому, мол Дети, которые от ковид не умирают И, то есть, ноль По-моему, до 18 Не помню сейчас лет Вообще ноль смертей от ковида А, значит То есть, для, так сказать Более того, они даже, знаете На респираторы не ссорятся На дыхательные аппараты Они не ссорятся То есть, иными словами Для детей это не страшно Они могут бегать Могут общаться Могут то, могут все Могут целоваться Могут обниматься Могут друг друга Ничего с ними не происходит Может быть, с учителями что-то происходит И здесь выясняется Что до, там, 50 лет Если не ошибаюсь Смертность от ковида Составляет приблизительно Одну тысячную Если не ошибаюсь процента Прошу прощения Если я ошибся Но, там, очень близко к этому Может быть, сотую процента Я помню, несколько нулей Единица там была Значит, в общем По большому счету Если, скажем Решить, что учителя старше 50 Они будут по удаленке заниматься А учителя младше 50 Будут, значит, нет То, значит, можно их В школу вместе с детьми сводить Никакой особой проблемы с этим нет Смертность приблизительно такая же Как абсолютно нормального гриппа При котором у нас умирает каждый сезон От 60 до 80 тысяч человек в стране Значит, такое впечатление Огромное число Но если вспомнить, что у нас 320-330 миллионов человек в стране То, значит, 60 тысяч Это не такое большое число У нас только от приступов сердечных Умирают 450 тысяч От рака приблизительно столько же И тому подобное Значит, опять Не в этом дело Не учителя Особенно не учителя Так до 50 Что же почему? А вот почему нам говорят Дело в том, что дети Могут заразиться от других детей Прийти домой И те дети, которые живут с бабушками и дедушками Вот они могут этих бабушек и дедушек заразить И те умрут Потому что, значит, умирают люди обычно в возрасте от Ну, там, не от Средний возраст Умерших в США от ковида 79,5 лет То есть на полгода младше, чем в Италии В Италии 80 А у нас 79,5 Средний возраст Значит, итого Опасность заключается только для тех бабушек и дедушек Которые живут дома В этих домах Есть также внуки, которые ходят в школу В этой школе могут принести Это единственная серьезная опасность Значит, есть сразу же две идеи по этому поводу Первая это Оденьте на бабушек и дедушек, извиняюсь, намордник Дома Или решите эту проблему каким-то образом Не дав подходить ребенку на 6 футов к бабушке, дедушке и тому подобное А вторая проблема Следующая, даже не проблема Наблюдение Дело в том, что вдруг выяснилось Что, оказывается, дома Бабушки и дедушки не умирают Они умирают совершенно в других местах Оказывается, бабушки и дедушки Умирают конкретно в Нерсинг-ком Значит, которые Лонг, ливинг Ну и всякие варианты Когда пожилые люди живут вместе Например, в штате Скажем, Миннесота Это штат демократический В котором меньше всех демократических штатов было, так сказать, смертей от ковида А было всего 1428, по-моему, если не ошибаюсь, смертей Из них 1228 произошло конкретно в домах престарелых Куда, по распоряжению губернатора Отправляли людей, больных ковидом Чтобы спрятать их Для того, чтобы они не мешали Вот, значит, эти люди, которые больны ковидом Перезаразили тех, которые не были больны ковидом И так как за ними, по большому счету Никто их не отделял Никто их не ухаживал Никто не занимался масками и тому подобное А то и умерло Значит, вот 1228 человек Стариков от 75 и выше Средний отрасль 79,5 лет Ну, можно сказать, что, наверное, в Миннесоте Это такой штат, такой странный Где-то далеко, там, да, мы даже не знаем ничего о нем Может, там какие-то монстры живут Монстры? Значит, монстры живут в Нью-Йорке А губернатор штата Нью-Йорка Известный вам человек Куома Который одновременно даже его пытались сделать В противовес Трампу героям борьбы с ковидом Значит, с коронавирусом Отдал следующее распоряжение Не разрешать домам престарелых Ну и прочим, так сказать Местам, где зелятся, живут Или куда собираются вместе пенсионеры Отказываться принимать людей На основании того, что у них есть коронавирус И в течение месяца после этого 6 тысяч стариков По домам престарелых В Нью-Йорке Умерло Значит, сколько умерло после этого, мы не знаем Но, так сказать, быстро-быстро-быстро Они стали вычищать госпитали Он говорил, что это делается для того Чтобы освободить госпиталя Тут же выяснилось, что 16 госпиталей в Манхэттеле Вообще стояли пустые Вообще стояли пустые А 4 самых больших Они открыли Значит, для ковида И устроили там показательную историю О том, что у них не хватает мест Морги Морги привозят на колесах Трупы прямо вывозят оттуда Да, ну, в общем, какой-то тихий ужас А выяснилось, что 4 они открыли А 16 они просто закрыли И давали А, да еще уволили оттуда Значит, врачей и медсестер Так что там были только сторожа В этих госпиталях Люди ходили, снимали это Пытались ставить на интернет Но Гугл И Фейсбук И другие Твиттеры всякие Они снимали эти объявления Эти видео Говоря, что это неправда Потому что вот они проверили И это неправда Не только там Значит, вот люди, которые сторожат Там была одна медсестра Поэтому неправда сразу Так что, господа Вот вся эта история со школами Очень смахивает на то Что почему-то это надо кому-то Кому-то надо, чтобы нам было плохо Кому-то надо, чтобы Мы не могли ходить в бизнес И кому-то надо, чтобы Мы не могли ходить на работы Вот кому надо и почему Это догадывайтесь сами Я не буду лезть в головы никому Я просто рассказываю вам Факты Ну и требования Совершенно дикие Которые выдвигают В частности В Калифорнии Профсоюз учителей Что Ну это у нас Просто замечательно Значит Это не весь Калифорнийский Это Лос-Анджелевский Профсоюз учителей А у нас Между прочим Здесь там По-моему Самый большой В мире Или по крайней мере В Америке Значит Скул-дистрикт А у которого Только Штатные Расходы На 6 миллиардов долларов Так вот Значит Они собрались И вынесли Постановление Что они выйдут на работу Только После того Как Значит Будет принято Постановление В Лос-Анджелесе О том Что Бюджет Полиции Будет уполовинен Да А до этого Они на работу Выходить не будут Но требуют Чтобы им платили Потому что Они не могут Без этого прожить Вообще Я смотрю С моральной точки зрения Я сегодня Уже по-моему Упоминал об этом Учителя Которые сидят Дома И получают Регулярно Свою зарплату Чувствуют себя Довольно комфортно И не идут В школу Якобы Потому что Они боятся Заразиться А как же В отношении Работников Я не знаю Магазинов Больших Которые были Открыты В самый разгар Эпидемии Как в отношении Доставки Там ЮПС Федекс Как в отношении Полиции И тем более Как в отношении Врачей Медсестер Которые работают Заведомо С больными Людьми Они Значит Не рискуют Они Значит На этих Можно наплевать А вот Учителя Это такая Категория Которая Ну просто Просто Не знаю Особый Класс Какой-то У нас Учителей Действительно Создан Особый Класс У нас Учителей По крайней мере Про мой Штат Я думаю Что в большинстве Демократических Штатов Так же Вполне возможно Что и в Республиканских Просто никогда Не проверял Но в Калифорнии Ты не можешь Выгнать Учителя Просто не можешь Точка Он Он Может Начать Насиловать Ребенка Максимум Что сделают Если об этом Станет известно Его переведут В другую школу Чтобы он Насиловал Других Детей А не вот этих Потому что Здесь его поймали Я это говорю Не просто так У меня просто опыт В этом есть Значит А не у меня Лично А в школе У моей младшей Дочери Когда выяснилось Что Значит Учитель Милый И прочий Который Все время Странно Заигрывал С девочками Трогал Их Гладил Там Выяснилось Что он Был уже Выгнан За Не знаю Насиловал Или просто Щупал Из двух Школ И вот Попал В школу Моей младшей Дочери Значит Выгнать Их Невозможно Они Когда хотят Получать Дополнительно К зарплате Там что-то Да Они говорят Нет И все Мы никуда Не выходим И не выходят Значит Некоторые Говорят Мне стыдно Мне стыдно Но тоже Не выходят Потому что Если он Уйдет на работу И профсоюз Его исключить Из своих членов То ты Лос-Анджелес И не можешь Преподавать Если ты не член Ты может быть Самый лучший Преподаватель На белом свете У тебя Может быть Любые Звания Ты можешь Окончить Иметь диплом И рецензии И прочее Ты можешь Быть вообще Самым Самым Потрясающим Преподавателем Ты не сможешь Преподавать В Калифорнии Если ты не член Их Профсоюза Вот и все Поэтому Они абсолютно У нас Особенные люди А что Они хотят То и происходит Потому что Демократическая партия Это основной Ресурс Которым пользуется Демпартия На выборах Учителя тут же Имеют огромное Количество времени Почему-то Их освобождают Из школ Легко И они ходят И разносят Там Работают На выборы Демократов И Большего помощника Демократам Без Профсоюза Учислей Демократы Просто Не знаю Что с ним Происло Ну и огромные Суммы денег Которые Переводятся Оттуда Причем Каждый Преподаватель Ты может быть Вообще Республиканц Или кто угодно Плевал на вас Тетя Профсоюз Он забирает Твои деньги И посылает Туда Куда Они считают Нужными Вот это Сделало Их Абсолютно Неприкасаемыми И вот Демократия Наша Привела Такие Уродливые Формы Когда Они могут Себе Позволить Диктовать Все Что угодно В штате Который Практически Захвачит Десантом Демократической Дженни Хэтчпэт Это High School У нас В Полотайн Здесь Преподаватель Общественных Наук Была уволена За один Из своих Постов В социальных Сетях После того Как Члены Школьного Округа 211 Прогласовали 5 к 2 За увольнение А пост Примерно Такой Я буду Говорить На любую Тему Которую Выберу Потому что Я живу В свободной Стране Я нахожу Термин Белая Привилегия Таким же Российским Как и Слово На букву Н Вы тоже Не ходили В моих Туфлях Поэтому Не делайте Предположения Обо мне И моей Так называемой Привилегии Вы думаете Что Америка Российская Тогда вас Обманывают Белые Либеральные Стеблишменты И расовые Приманки Такие Как Джесси Джексон Эл Шарптон Путешествуйте По миру И узнаете Что в каждой Нации Есть Расизм А в некоторых Больше Чем в других Но лишь Немногие Предпринимают Такие усилия Как мы Чтобы смягчить Или устранить Его Она также Рекомендовала Работу экономиста Томаса Соло Политического Комментатора И активиста Кэндис Оанс А также Автора И радиоведущего Лэри Элдера И этого было Достаточно Чтобы ее Уволить Из школы Фантастика Фантастика По моему Она глаз Здравого Смысла Она никого Не призывала Она просто Сказала Что она Живет В свободной Стране Ей не нравится Расизм Класс Да И это послужило Поводом К увольнению Из школы Это все Что нам Нужно знать О системе Образования В публичных Школах Вот так Ну и Кроме Кроме Школьных Проблем По прежнему Очевидно Продолжаются Бунты Да Слушайте 70 дней Уже Значит В Портленде По-моему Да 70 Или 72 Добрый уже Значит В какой-то Момент Демократы Стали понимать Что Они Открыли Эту бутылку В которой Сидел джин И решили Что они Как его выпустят Легко Так и легко Его туда засунут И вот Значит Последнее время Несколько дней Буквально У меня есть Ощущение Что Те самые люди Которые крышевали Именно вот Российское слово Крышевали Другого слова Не придумаешь Которые Крышевали Эти Бунты Так называемые Грабежи Убийства Поджоги Ломания рук Ног Избиения Там и тому подобное Они Вдруг Поняли Что Значит Отдавая Отмашку В Портленде Мэр сказал Ну все Значит вот Теперь Надо Возвращаться В нормальную Жизнь Племали Они Они точно Так же Вышли И начали Теперь Громить Очередное Управление Престинг То что называется Очередное Управление Полиции Значит Тогда Мэр Сказал Так Это надо Перестать Я требую Чтоб с 10 часов Вечера Никого на улицах Не было И вот так же Послушали Как послушали Меня Который бы Это сказал Громко Крикнул Своей собаке Значит Абсолютно Все то же самое Значит И вдруг Они уяснили Что То что происходит Уже давно Не имеет Никакого отношения К тому что Они придумали Вот У нас Расовая дискриминация Трамп вызвал Ощущение У всей страны Что мы там Ненавидим Друг друга Давайте значит Выбирать Джо Байдена Который объединит И левых там Радикалов И Невротрампистов Которые Настоящие Республиканцы Честные люди Там вот Из Ахайи Этот самый Как его Кусич Как его зовут Будет выступать Сейчас Да На конвенции У демократов Значит Правда Все это будет По телевизору Проискать Ну в смысле По интернету Но тем не менее Он будет выступать И говорить Значит Вот как Джо Байден Сможет Вернуть Стране Покой И дать Стране Возможность Значит Хил То есть Вылечиться От того Кошмарного Урона Который Нанес Этой стране Значит Доналд Джей Трамп Так вот Они вдруг Поняли Что у них Ничего не получается Что оно Поехало Пошло И теперь Они будут Вынуждены Либо Просить Трампа Прислать Федеральные войска Либо самим Жестко Начать обращаться С этим делом Да С черными Раньше Демонстрации были Черные Белые Я не знаю Я не видел азиатов Правда Но евреев Видел точно А сейчас Громят Уже только Одни черные И этих Черных Это не те Которых Идеологически Туда направили Им просто сказали Можно грабить Вам ничего не будет Можно в полицейских Кидать камнями Кровярить им голову Убивать их Вам ничего не будет Можно заморозить Им подгоняли Господа Им подгоняли Рефрижераторы С замороженными Бутылками И раздавали Им бутылки Вот такие Вот с водой Да Знаете Такая бутылка Летит и бьет По лицу Или по голове Кому-то Там полицейскому Или там старухе Какой-то В Портландине Сейчас они облили Краской Трех пожилых людей И сбили их Да Значит Когда полиция Пыталась защитить Но полиции Мало не выставляют Действительно А эти привыкли Что если большой толпой Выходишь То можно сделать Вообще все что угодно В общем Джин вылетел Из бутылки Как они его Обратно запихиваются Туда Я не понимаю Нужны жесткие меры Жестких мер Они боятся Потому что Прямо наоборот Проиграет вся эта ситуация Они надеялись Что Трамп Будет Жесткими мерами Они будут кричать Ах ты такой нехороший А Трамп сказал Окей Я защищал Федеральные здания Защищал Федеральные памятники Если вы не хотите И можете сами Это обеспечить Мы уходим Это действительно Ваши города Делайте то Что считаете нужным Если только начнется Действительно Стрельба и прочее Мы войдем обратно А если нет Справляйтесь сами И вот они остались Как Трамп устроил Туркам с русскими Когда ушел из Сирии Вот все то же самое Он устроил им И вот сейчас Что они будут делать Эти извиняюсь Подонки Что они будут делать Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Вот один из лидеров Этих черных погромщиков Между прочим Мультимиллионер Он сказал Что если не выполнят Все наши требования То мы эту страну Спалим Сколько у них требований Он не пересказал Так сказать То есть Они могут Короче говоря Это новые силы Это новая диктатура Это новая система управления Которую пытались Значит Нам навязать А теперь я хотела сказать Что у нас Не только проблемы Естественно Со школой Вот например Вот эта вот пара Маковские по-моему Адвокаты Которые в Сент-Луисе Защищали свой дом От этих погромщиков Так ведь их же судят Я вот знаете Не понимаю В связи с тем Что я не лоер У нас Вся система Конституция И вообще Система правления Система экономическая Капитализм Которая основана На праве собственности И они защищали Свои собственности Они никого не убили Они не использовали оружие Впрямую Они только Показывали Что если вы Войдете в наш дом И кстати сказать Из этой толпы Кричали Что мы Мы захватим ваш дом Мы спалим ваш дом Мы вас убьем И все прочее Почему До сих пор суд над ними Спасибо Ну насколько я знаю Генеральный прокурор штата Драпнул этот кейс А что касается прокуроши Которая возбудила Это дело Это одна из тех Прокуроши Продвижение которых Финансировал Джордж Сорос Это факт Это не потому что Сейчас скажут Вот опять Сороса Приплели Да нет Не приплели Нашу Фокс Ким Тоже 400 тысяч долларов На ее избирательную кампанию Выделил Сорос И вот таких прокуроров К сожалению В демократических штатах Довольно много Прокуроры Которые стоят На стороне преступников Они на стороне граждан И Да Ну ответ Ответ На Так сказать Вопрос который был задан Нет Суда нету Значит Был Есть Прокурор Которая Собирала Материалы И грозилась Пока Ничего в суд Не передано Я думаю Что и не будет А если будет Я думаю Что суд Просто откажется Вести это дело Там нет Ниаких Причин Тем более Что вообще У нее пистолет У женщины Он был в разобранном состоянии И Как выяснилось Даже не мог выстрелить Она Так сказать Он просто Недействующий И прочее Его можно собрать А они его Разобрали И собрали Снова На тот момент Вообще То есть То есть Все это Понятно Что все это Было просто Показать Что у нас Есть оружие А не лезьте сюда Поэтому Возмутительно Что есть Что у нас Прокуроры Такие Которые Плевали на закон И действуют В соответствии С партийной Принадлежностью Или там С чем-то еще Там С расовыми Какими-то Там своими делами Но Нет Так сказать Судебная система Пока Можно найти Какого-то Партизанского Судью Что называется Партизан Имеется ввиду Одностороннего Которые примет Но я не верю Что суд В Америке Может вынести Какое-либо Наказание людям Которые вышли На порог Своего дома Когда на территории Их огражденного Значит Большой участок Там 70-80 Сто домов Не знаю Сколько было Открыли ворота Прошли Никто их сюда Не приглашал Огромной толпой Шли Люди вышли Показать Что у нас есть оружие Сюда не лезьте Нет такого закона В Америке По которому Их можно Я не знаю Что бы то ни было Штрафовать Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте У нас в Нью-Йорке В конце месяца Должен Начаться US Open Турнир По теннису Но Сегодня Первая ракета Мира Джокович И группа Ведущих Теннисистов Они Сказали о том Что если Будет продолжаться Карантин В Нью-Йорке И из-за этого Болельщики Всей Америки Не смогут Приехать В Нью-Йорк То они Не будут Участвовать На этом турнире И вместе с тем Наш мэр Установил Блокпосты У входа В Нью-Йорк На всех мостах И по подъездам В нашему городу И установил Штраф В размере 10 тысяч Доллар И двухнедельно Карантин Если вдруг Поймают Нарушители И 34 штата Были включены В список В этот список Запрещенных Въездом Да Вот И Месте с тем Наш Губернатор Вводит Такс Для Миллиардеров И 300 тысяч Человек Уже убежали Из Нью-Йорка Как вы думаете Зачем им нужна Такая Разоренная Разоренный Город Как Нью-Йорк Прошлым Обеспечивал 40 процентов Бюджета Соединенных Штатов Спасибо Первый Не вопрос А просто Рассказ Конечно Честно говоря Я бы на месте Теннисистов Тоже отказался бы ехать Но даже Не в этом дело Каждый из них Решает Про себя Что он хочет И тому подобное Я думаю Что финансово Это не очень выгодно Я думаю Что играть на полях На которых Никто не сидит Никто не хочет В конце концов Можно подождать 2-3 месяца И провести Где-то Либо в другом месте Либо в том же Нью-Йорке Но позже А вот Насчет блокпостов Я совершенно Кстати Ошарашен Потому что Я не понимаю Как это может быть Мэр города Может распорядиться Запретить Свободу передвижения Гражданам США Ничего не понимаю То есть Просто ничего не понимаю Наверное Каким-то образом Может Но тогда Это какие-то Идиотские законы У нас Может быть Они на территории Нью-Йорка Такие Может быть По всей стране Я не знаю Но это Какая-то Полная ахинея Значит Я хочу Мне нужно По делам Или там куда-то еще Приехать в Нью-Йорк И меня не пускают В Нью-Йорк Нет Вас пустят Но вы должны Добровоз Зарегистрироваться На блокпосту И уйти в Двухнедельный Карантин Добровольный Если вы этого Не сделали И вас на этом Поймали То вас оштрафуют На 10 тысяч долларов Вот так Вообще Конечно Удивительные вещи Некогда Свободная страна Превращается В Социалистический рай Или назовите его Фашистский рай И как хотите Так и называйте Но то что происходит Это полное безумие Это 20 лет назад Наверное Если бы кто-нибудь Рассказал Вот эту картинку Нарисовал бы Устно Его бы сочли Сумасшедшим И тем не менее Конечно Я когда рассказывал О Советском Союзе Там О том что стучали Друг на друга Там и прочее Там мне говорили О какой ужас Как люди до этого Допустились Смотри что происходит В Лос-Анджелесе Мэр распорядился Что если у кого-то Будет дома Вечеринка То Значит И об этом узнают Там Вечеринка Это больше Там Через 6 человек Я не знаю Там что-то такое То он В этот дом Отключит Газ и воду И как вы думаете Он об этом узнает Он призвал Граждан Лос-Анджелеса Быть граждански Ответственными Как только у кого-то У соседей Вечеринка Тут же звонить И извещать Чтобы они могли Отключить газ и воду Что вы думаете Звонят А тоже Послушайте Германия Чуть ли не в одночасье Превратилась в Извергов В людоедов А культурная нация Одна из самых Культурных наций Европы Поэтому Ничего Как бы Вернее это все Странно Мы задавались Вопросом Как это могло Случиться Вот так это Происходит Вот так это Происходит Как это происходит На наших глазах Кто-то боится Что его выгодят с работы Кто-то боится Слово открыт Потому что в его компании И большинство людей Придерживаются Каких-то взглядов Кто-то не хочет При ребенке Что-то говорить Потому что Тот ляпнет что-то в школе И тебя придут Что-то с тобой делать И тихо-тихо-тихо Все уходят В эту молчанку И остается Только вот это громкие Пол процента Два процента Населения Которые готовы Выходить Готовы бить Готовы избивать Готовы поджигать А все мы остальные Сидим И молчим Мы сделаем перерыв Послушаем рекламное объявление После чего вернемся И продолжим Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна Голос здравого смысла Ну Может быть Нет У нас масса звонков Примем Конечно Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Вот еще такой грустный Так сказать Штрихок Штрихок К этой общей картине Значит В Миннесоте Издана Так сказать Рекомендация Распоряжения Что Граждане Миннесоты Не должны сопротивляться Когда их будут грабить Насиловать И так далее Потому что Иначе Никто их не защитит Если они хотят Сохранить свою жизнь Они должны Полностью подчиниться Требованиям погромщиков Очень мне это нравится Конечно Даже Советские большевики Так сказать Российские В 17-20-х годах И то Не выпускали Такие распоряжения Так что Интересно очень Значит мы Алло Понятно То есть Ну Смысл сказанного Понятен Да Единственное что там Нет ничего Пронасиловать Там сказано Что если к вам Будут обращаться Значит Ну Требовать отдать кошелек Там беремки Всякие Ваши телефоны То не сопротивляйтесь Отдавайте Что жизнь важнее Чем Вас могут убить То есть На самом деле Что это значит Полиция говорит Мы не патрулируем Большую улицу Поэтому с вами Можно принести Все что угодно Да пожалуйста Алло Здравствуйте Сергей Здравствуйте Леон Владимир Сан-Франциско Здравствуйте Спасибо вам За ваше радио Леону Как от соседа У меня быстрых Два комментария Есть Значит Знаете Я живу в Сан-Франциско В такой одноэтажной Америке У нас только частные дома И вот раз в час Я вижу Проходит Кто-нибудь гуляет Под моими окнами И в намордниках То есть Это как бы Мы уже обсуждаем Обсуждаем Да Все понятно Значит Сегодня они Стали намордники А здесь Завтра пастухи Скажут на четвереньки Стать Ну И второй Значит Комментарий По поводу Этой семьи Маковский Значит Это зарегистрированные Демократы Которые Значит Защищают Нелегалов Против Второй Эмитмент Ну Собственно говоря Кого выбрали Того имеют Может у них в голове Что-то перевернется Спасибо вам еще раз Спасибо за ваш Занок Вообще Вот я хочу Это прокомментировать Да Да Я знаю Что они Демократы Да Я знаю Что они Защищают Но дело в том Что мы-то Как раз С вами Болимся Чтобы у всех Была свобода А не только У одной части Населения В этом наше отличие Мы считаем Что Скажем Что у всех У каждого Может быть И страх И какое-то Там неприятное Ощущение По поводу Там людей Там Папуасов Или там Черных Или зеленых Или там Коричневых Бывает Да Все Каждый Рождается Своими Делами Но мы Разумные Люди Мы говорим Все жизни Важны Мы говорим Слово Любого Человека Это Защищено Первой Правкой Конституции Мы говорим Вторая Правка Конституции Защищает Любого Человека Он Демократ Или Американец Ношение Оружия Это Они Пытаются У нас И мне Вот нравится Как раз То Что Они Демократы А мы За Вот Не за Них За них А за То Что Они Сделали И еще Один Пойнт Что История Ничему Не Учит И Сегодняшние Леваки Которые Вот Часть Которую Мы Называем Интеллигенцией Поддерживают Эти Радикальные Движения А потом Сами Сами Становятся Жертвами Этих Радикальных Движений Это то Что Было В 17 Году Конечно Они Все Думают Очень Показательно Был Такой Клип Который Обошел Интернет Когда В Портленде Или в Сиэтле Сейчас не могу Сообразить Двое Друзей Гомосексуалистов Они Живут Вместе Открытое Окно Один Снимает Камеры Второй Машет Флажком Кричит Демонстрация Идет Они Что-то Кричат И вдруг Летит Камень Разбивает Стекло И он Начинает Кричать Не бросайте Камни Мы с вами Мы за вас И тут же Летит Второй Камень Прямо Один Из Лидеров Движения Вернее Активист Выступающий За Дефинансирование Полиции За По сути Дело Упразднение Полиции Был Недавно Застрелен Ну Это так К слову Опять Есть звонки Но хотелось бы поговорить Все-таки Год выборов И интересные события Происходят Может быть Люди звонят А еще у них Хочется что-то сказать Давайте дадим Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Еще две вещи Сказать Одно очень коротко По поводу масок Вот этих Повсеместного Ношения В принципе Это первый Пробный шар Чтобы люди Подчинились Это элемент Подчинения Во-первых Потому что на самом деле Маски они не защищают Это всем известно Уже Кто соображает А второе Больше всего меня волнует Ну Вы говорили о голосовании Голосование Скажем Будет на выборах А вы слышите меня? Да Да А Голосование будет Но Ничего ведь не уляжется Чтобы не было И меня больше всего Беспокоит Ну Русскоязычное Это же Малая сотая процента Населения Вот эта самая Глубинка Которая Так сказать Исконная От земли Звращенная Не сильно образованная Но жизненно Опытная часть Они Индивидуалисты По своему И Сейчас Как раз Надо было бы Скорее всего Создать единую Силу сопротивления Они будут В лучшем случае Защищать свое гнездо Потому что В принципе Им непонятно Что грядет фашизм На самом деле И они этого не понимают Они этого не проходили И вот это Самое серьезное К сожалению К сожалению Вы прав Вообще интересно Я вот на фейсбуке Читал Ну Посты разные И там речь идет О создании Милиции И что якобы В некоторых Регионах В частности В Калифорнии Даже То есть Такая То что Предусмотрены Конституции Во второй поправке Об этом Милиции Предусмотрены Конституции Собственно Это есть у нас Как бы Второй Именно это Имеет ввиду Что народная Милиция Имеет право И что Мы когда нам Не нравится правительство Имеем право Его Переизбирать Свергать Не свергать Имеется ввиду Силы Но по праве Оказывать Оказывать сопротивление Хорошо Давайте мы Все таки посвятим У нас осталось буквально Семь или восемь минут Давайте посвятим С моей точки зрения Важной теме Потому что Мы все Следим за выборами Мы все понимаем Что вот сейчас В августе Байден должен быть Номинирован Если не произойдет Что-то экстраординарного Типа если он не забудет Как его зовут Однажды выходя Начнет спрашивать А где я И кто я И что я Вот Но значит Его 99% Потому что Его номинируют 99% Того что у него будет Партнер Его Видно вице-президента Будет Цветная Как они сейчас говорят Женщина Есть там выборы Из двадцати Но на самом деле Они выбирают Из трех или четырех И все это Вспроизойдет В этом месяце И вот с этого момента Начнется Официальная Гонка Президентская Потому что Две партии Номинируют Все Поехали Вперед И Что интересно Что я уже Читаю В течение месяца Даже может быть Полутора Как левая пресса Левые политики Левые журналисты Требуют Чтобы Байден Не Дебатировал С Трампом Подают они это так Трамп такой плохой И такой лгун Что С ним нельзя Разговаривать Он все равно Обманет Поэтому зачем Нужно с ним Разговаривать И вообще Такой отрицательный Что с ним Даже на одну сцену Что называется Садиться Исправняться Нельзя На самом деле Мы прекрасно понимаем Почему это происходит Потому что Они в ужасе От того кандидата Которого они Выбрали Назначили Придумали Которого Пропихнули В горло Потому что Он конечно Не в себе Человек Теряет Он может еще Не синильный Но человек Который теряет И вот Вчера Он В очередной раз Что-то выдал Что Даже Нас Привело всех В состояние Очумения Не то что Демократов Отвечая на вопрос О Меньшинствах Он вдруг Сказал Такую фразу В отличие От черных У Латино Есть разница Во мнении У них Есть много Разных Идей Мнений Предпочтений И тому подобное И дальше Что-то продолжил Почему Это всех Ошарашило Он уже Однажды Сказал Если ты Черный И голосуешь И думаешь Голосовать Не за меня То ты не черный И тут В эту же дуду То есть Они Демократы Представляют себе Что черные У них в кармане Они абсолютно Что им скажут Те то и те будут делать Потому что они идиоты Вот с Латино У них более сложная проблема Потому что У них различные мнения И надо с ними Как-то плясать Так чтобы они пошли Голосовать за демократов Значит Я думаю Что это приведет Сейчас Первый раз Это привело Уже к серьезной волне Сейчас это приведет К огромной волне А у черных И есть Кандидат За которого Можно голосовать Вместо Байдена Его имя Трамп Который давно им сказал Ребята А что вы собственно теряете Они ничего для вас не делали Они 50 лет Им обещают Ничего не делают Смотрите Я пришел За три года У вас Безработица упала Зарплаты выросли Хорошие рабочие места Я организовал там Все комитеты Которые помогают Вам организовать бизнес Женщинам Черным И прочее Я всерьез этим занимаюсь У вас жизнь стала лучше При мне Что вы потеряете Если вы проголосуете Не проголосуете С этим старым идиотом И вот я думаю Что это очень серьезный момент Из-за которого Еще больше перепугаются Демократы И либо они Туранут Байдена Либо они не дадут Байдену возможности У него есть Так называемые Хендлерс То есть люди Которые им занимаются Им руководят У Трампа Как вы понимаете Таких людей нет Те кто руководит Байденом Из-за его спины Не дадут ему Выходить на сцену С Трампом Потому что Я понимаю Что можно Брежнева Накачать И он вышел там И поцеловался С Индирой Или там Ельцина можно накачать Наркотиками И он выскочил И протанцевал яблочко А потом вышел И упал Но нельзя Накачать человека Чтобы он отвечал На вопросы Которые будут ставиться Не обязательно Журналистами Которые готовы На все Лишь бы Демократическая партия Избрала Своего Президента А не Республиканская Вот И поэтому Я думаю Что у нас Какие-то Очень интересные Времена Сейчас у нас Будут в сентябре И октябре То есть Демократы Наставят на том Советуют Не проводить дебаты А как можно Раньше Начать голосование То есть Чтобы голосование Это еще один момент Значит Они Уже Во многих штатах Они придумали И провели В своих штатах Что голосование Начинается До дебатов То есть Они сейчас будут Гнать Прошу прощения Они сейчас Будут Гнать народ Быстро 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 Пока не началось Пока они не обнаружили Что Байден Синильный И что программы У них нет Нет программы У них У них все Что написано В программе Это мы сейчас Разломаем Всю экономику И будем строить Новую У вас будет Очень много Рабочих мест Потому что Мы будем Ломать сначала А потом строить Нам нужно Где-то занять 18 триллионов долларов На это Ой Этих денег Хватит на всех Потому что мы будем Их раздавать А кроме того Мы будем еще Отнимать у богатых И передавать бедным Точка Вот это вся программа Которую я изучал 400 страниц Написано У Байдена Плюс еще 700 страниц Сносок 1100 страниц И все Что там написано Это то Что я вам сейчас Сказал В двух словах Успеем принять Один звонок Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Извините Пожалуйста Немножко позже Как всегда Я вас В ютубе Слушаю Значит Ситуация такая Может быть Вы можете Знаете Как Вчера Наши знакомые Прилетели Из Флориды И В аэропорту Нигде Нигде Никаких бумаг Не дали Подписать Нью-Йорк Нью-Йорк То есть Они должны Сидеть на карантине Или как Так вот Их оштрафуют Или не оштрафуют Они летят В Нью-Йорк Или что Они прилетели Из Флориды В Нью-Йорк Они должны Две недели Просидеть В добровольном Карантине Если их случайно Поймают На том Что они не делали Они их оштрафуют От двух до пяти тысяч долларов Хорошо А если Им не дали Никаких бумаг Подписать На эту тему Я понимаю Вы не обязаны Подписывать бумаги Вы должны знать Незнание закона Не является основанием Для его нарушения Понятно Спасибо вам Пожалуйста Я вас Охлебан Подписаться Спасибо вам Спасибо Всего доброго Леон Огромное спасибо К сожалению Времени больше не остается Есть еще о чем поговорить Но очевидно Уже в следующий раз И будьте нам здоровы Да Спасибо большое Вы тоже Господа Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому